Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще не подписаны, рекомендуем подписаться, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры, но не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора из разряда про что нужно знать, покупая поддержанный автомобиль, это кроссовер, некогда очень популярный на российском рынке, причем очень много этих автомобилей продавалось именно из автосалонов, когда они были новыми. Дело в том, что производитель предложил своему покупателю на российском рынке столь любимое сочетание бензинового атмосферного мотора и классической автоматической трансмиссии, и этот ход действительно оказался оправдан. Много этих машин и на вторичном рынке, поэтому если вы рассматриваете для себя семейный полноприводный кроссовер, скорее всего на эту модель вы тоже будете обращать внимание. Встречайте, герой нашего сегодняшнего выпуска, Mazda CX-5 в кузове K-E. Мазда CX-5 первого поколения в кузове K-E дебютировала в конце 2011 года. На конвейере эта модель простояла весьма солидный по нынешним меркам срок – целых 8 лет. Последние экземпляры Mazda скатились со сборочных линий в 2017 году. При этом на рубеже 2014-2015 годов машину слегка обновили, сделав рестайлинг. Что касается гаммы моторов, коробок и так далее, на российском рынке этот кроссовер вы могли купить с одним из трех вариантов моторов. Здесь было два бензиновых двигателя объемом 2 литра и 2,5 на 150 и 192 лошади, соответственно, и один дизель 2,2 литра объема и 175 лошадиных сил, но при этом внушительные 420 ньютонов на метр крутящего момента. Что касается коробок передач, выбор был только у покупателей самого младшего бензинового мотора с передним приводом. Вот им могла достаться как механическая, так и автоматическая трансмиссия. Все остальные автомобили поставлялись только с автоматом и полным приводом. Наш сегодняшний экземпляр 2013 года выпуска. Это дорестайлинг с мотором объемом 2 литра на 150 лошадей, полным приводом и автоматической трансмиссией. По традиции в начале обзора пара слов про кузов автомобиля, про толщину и качество лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или наоборот он способен бороться с нашими дорожными реалиями. Так вот, по толщине лакокрасочного покрытия CX-5 первого поколения это стандартный японский автомобиль 90-140 микрон. Как правило, именно такие цифры вы обнаружите при исследовании некрашенной Мазды при помощи толщиномера. Что касается качества или прочности ЛКП, как угодно, то с этим здесь есть определенные проблемки. Машины очень быстро обрастают сколами, царапками, но, как правило, более или менее свежие сколы цвести не торопятся. Однако, при осмотре поддержанного экземпляра CX-5 обязательно обращайте внимание на наличие ржавчины на кузове. Причем, на этих автомобилях вы можете столкнуться как с совершенно нержавыми экземплярами, так и с машинами, где подобные дефекты уже затребуют масштабного перекраса. В зоне особого риска, как водится, районы стыковки металлических панелей кузова с пластиком. Осмотрите задние арки, смотрите днище автомобиля, особенно пространство в районе заднего подрамника, задней подвески. Ну и, как ни странно, CX-5, подобно тому, как это случается с Хондами ЦРВ или Митсубиси Паджиро Спорт 2, имеют склонность к появлению очагов коррозии на пятой двери. И в нашей практике встречались даже автомобили, где подобные жучки уже начинали проступать на крыше. Поэтому, если вы обнаружите CX-5 с покрашенной крышей, вы знаете, что могло послужить тому причиной. Применительно к этому автомобилю здоровье кузова очень сильно зависит от стиля эксплуатации автомобиля предыдущим владельцам и его чистоплотности. Что касается каких-либо характерных кузовных проблем, например, по электрической части, то их на самом деле немного. Отметить разве что можно проблемы с герметичностью камеры заднего вида на автомобилях первых лет выпуска и в тех комплектациях, где эта камера, соответственно, есть. Проблема крылась в недостаточной герметичности этого компонента и при мойке автомобиля аппаратом высокого давления вода вполне могла попадать внутрь. Как следствие, камера такого издевательства долго не выдерживала и со временем прекращала работать. Причем эту проблему официальный дилер имел привычку устранять по гарантии. Кроме того, имейте в виду, что Mazda CX-5 оснащена системой старт-стоп и при замене штатного аккумулятора вы не можете просто вытащить старую батарейку и переподключить новую. Как правило, подобная процедура приведет вас к наличию сообщения об ошибке на экране бортового компьютера. Так вот, чтобы этот момент устранить, вам придется съездить на сканер и, соответственно, прописать новую аккумуляторную батарею в автомобиле. Что касается салона автомобиля и его бортового электрооборудования. На самом деле, по части электрики у Mazda CX-5 первого поколения все благополучно. Здесь нет каких-то особенных болячек, связанных с малым ресурсом, например, вентилятора печки или с функционированием системы круиз-контроля, равно как и, например, с подрулевым шлейфом. Все, что здесь есть, как правило, работает исправно долгие годы. Единственное, на что бы мы советовали обратить внимание, так это каркас водительского кресла. Обязательно проверьте исправность регулировки кресла в положении выше-ниже. Поскольку, если автомобилем владел достаточно крупный и тяжелый человек в плане весовой характеристики, то каркас сидения он мог, в принципе, и поломать в случае не очень аккуратного с ним обращения. Прецеденты подобные были. Также при осмотре поддержанного экземпляра рекомендуем убедиться, что у автомобиля нет следующей проблемы. Встречается это достаточно нечасто, но на CX-5 мы лично с этим сталкивались. Когда в положении селектора парковка, машина не понимает, что селектор сейчас выставлен в паркинг. И, соответственно, при выключении зажигания кнопкой старт-стоп машина полностью не гаснет, не уходит в сон. Остается положение аксессори. То есть, соответственно, с ключа вы не можете автомобиль закрыть. То есть, вы уходите от автомобиля, он остается у вас с разблокированными дверями. Заводиться и ездить при этом машина будет, но проехать, скорее всего, придется до ближайшего электрика, либо до ближайшего авторизированного сервиса Мазда. С целью поправить проблему с селектором КПП. Ну, а теперь про двигатели. Под капотом Мазда CX-5 в кузове КЕ. Двигателей здесь было три штуки. И первый мотор, про который нужно сказать пару слов, это дизельный агрегат. Таких автомобилей, кстати, на вторичном рынке в России достаточно немного. Этот двигатель носит индекс SHVPTS. Мотор этот представляет собой дизель с алюминиевым, кстати, блоком цилиндров. Это рядная четверка с головкой блока на два распредвала и 16 клапанов. Система впрыска Common Rail. Гидрокомпенсаторы на дизельном двигателе CX-5 присутствуют. Регулировкой зазоров заниматься не нужно. Тазовращателей нет. Соответственно, нет и возможных потенциальных проблем с этим компонентом. В приводе ГРМ используется цепь, а в системе наддува две турбины. Мощность такого двигателя 175 лошадиных сил, а крутящий момент довольно внушительный. 420 ньютонов на метр. Этот мотор изначально задумывался как очень интересный вариант для данного кроссовера, который обеспечивает машине очень хорошую прыткость и динамику, при этом очень маленький расход топлива. Но есть целый ряд аспектов, из-за которых дизельную CX-5 к покупке рекомендовать весьма и весьма затруднительно. У этого двигателя не так много болячек, но они есть и они достаточно критичны для безоблачной эксплуатации подобного авто, особенно если речь идет про машину с пробегом. Первый момент связан с топливными форсунками, а вернее с их ненадежным креплением. Со временем форсунки начинают, что называется, гулять, и образовавшиеся зазоры способствуют коксованию маслоканалов, что впоследствии в долгосрочной перспективе способно приводить к неприятным последствиям вплоть до снижения давления масла в системе и как следствие к провороту вкладышей коленчатого вала, если проблема будет запущена. Но по этому поводу официальные дилеры даже подтягивали эти самые крепления при регулярных ТО. А вот второй момент достаточно внезапный, и отследить его, скажем так, вызревание возможностей никаких по большому счету и нет. И связан он с разрушением вакуумного насоса, в процессе которого в системе смазки оказывается очень неприятное большое количество абразива, металлического абразива, который, соответственно, приводит к непоправимым последствиям для всего силового агрегата. Кому-то повезло, и подобная проблема обошла стороной, но подобный дефект может проявиться практически на любом моторе, и производитель, что самое интересное, так и не выпустил никакого ревизионного варианта данного узла. На фоне подобных вещей, выработка на распредвалах, приводящая к появлению постороннего шума в работе на больших пробегах, по большому счету-то и не так страшна, поскольку элементарно диагностируется на слух. Так что если по какой-то причине вы вдруг решили купить CX-5 с дизельным мотором, то обязательно прогоните машину через диагностику в профильном сервисе, а лучше в том, который специализируется именно на ремонте дизельных двигателей Мазда. В любом случае, мы бы рекомендовали предпочесть бензиновые агрегаты, в которых здесь вставилось два варианта. Первый бензиновый двигатель объемом 2 литра носит индекс PI-VPS, если говорить в английской транскрипции, а бензиновый вариант объемом 2,5 литра, соответственно, PI-VPS. Эти моторы конструктивно похожи, отличаются они, естественно, рабочим объемом, плюс то, что на 2,5 литровом агрегате присутствует блок балансирных валов, которого нет на двушке. В остальном моторы конструктивно идентичны. Это также алюминиевые рядные четырехцилиндровые агрегаты, два распредвала, есть гидрокомпенсаторы, в приводе ГРМ используется цепь, которая, кстати говоря, у этих моторов никаких проблем владельцам не доставляет, вплоть до пробегов под 300 тысяч километров. Моторы эти относятся к новому семейству двигателей Skyactiv, и отличаются очень высокой по меркам бензина к степенью сжатия 13-14. Сделано это было для улучшения мощностных характеристик агрегата, а также для снижения расхода топлива. Но оборотной стороной стала большая требовательность подобных моторов к качеству бензина, который вы будете сюда заливать. Больше всего Skyactiv двигатели боятся детонации, поэтому при эксплуатации подобного автомобиля ваш выбор это бензин не ниже 95-го и, желательно, хорошего качества. Из элементов, усложняющих конструкцию мотора, в данном случае можно также отметить и систему прямого впрыска топлива. Соответственно, на бензиновом моторе у вас тоже будут форсунки высокого давления и ТНВД. Правда, каких-либо вопросов к этим компонентам при условии эксплуатации автомобиля на нормальном топливе не должно возникать. Муфты-фазовращатели на бензиновых двигателях есть, проблем никаких они по большому счету также не доставляют и исправно работают весь срок службы. Как и цепь в приводе ГРМ. Что касается особенностей эксплуатационных для данных двигателей, то на первых машинах 11-12 годов выпуска были проблемы с зимним, с холодным запуском, когда автомобиль заводился не с первого, а со второго, с третьего раза. Проблемы эти были связаны с прошивкой с программой управления двигателем, смесь была чрезмерно бедная и, собственно, путем усовершенствования обновления прошивки проблема и решалась. На автомобилях ближе к рестайлингу этого вопроса уже не должно возникать. Второй момент это катушки зажигания, которых здесь 4, по одной на каждый цилиндр и катушки эти имеют встроенные датчики детонации. Соответственно, ставить сюда можно только оригинальные катушки, либо очень хорошие заменители, которые по цене не будут слишком бюджетными. Ну и последняя характерная проблема для данных моторов, с которой так или иначе сталкивались многие владельцы CX-5, это проблема с приводным ремнем. Вернее, не с самим ремнем, а с его роликом натяжителя. Случалось, что из-за этого ролика обрывало приводной ремень, но производитель эту проблему достаточно быстро взял под контроль. Соответственно, в случае чего вы имеете возможность поменять все это дело, купив ремкомплект. Так что при осмотре поддержанного автомобиля на состояние ремня привода вспомогательных агрегатов и его роликов обратите внимание. Для двигателей серии Skyactiv, помимо качества топлива, также крайне принципиальным является и качество, например, свечей зажигания, которые вы здесь используете. Так что на свечах экономить не рекомендуем. Что касается течи масла, то в целом двигатели серии Skyactiv особо ими и не страдают. Попадается периодически, конечно, запотевание лобовины, то есть крышки, прикрывающие цепи ГРМ, но для эксплуатации ничем критичным подобный момент не является, если, конечно, там нет уже откровенной течи. Также они лишь не будут при осмотре на подъемнике. Обратите внимание на то, чтобы не тек задний сальник коленчатого вала. Какой вариант из двух двигателей предпочесть, двух или двух с половиной литровый, решать только вам, исходя из состояния конкретных автомобилей, которые будут на момент покупки вашей досягаемости. Двухлитровый двигатель выдает 150 лошадиных сил и 200 ньютонов на метр крутящего момента, а двух с половиной литровый, 192 лошади и 245 ньютонов на метр крутящего. Едет CX-5 с ним, конечно, повеселее, ну а по расходу топлива разница не особо огромная. Даже двух с половиной литровый агрегат приятно удивит вас по цифрам расхода по сравнению с многими аналогичными кроссоверами похожих габаритов и массы. Что касается ресурса бензиновых двигателей, то, несмотря на технологическую изощренность, эти силовые установки при должном уходе способны отработать свыше 300-350 тысяч километров пробега. Так что при осмотре подобного автомобиля перед покупкой максимум внимания, ухоженности и состоянию мотора, а после покупки не пренебрегайте регламентным обслуживанием. Гидрокомпенсаторы, кстати, на бензиновых двигателях есть и зазоры регулировать не нужно. Выбор, как уже упоминалось во вступлении, был только у покупателей двухлитровых вариантов на переднем приводе. Вот там могла стоять механическая коробка с индексом C66. Сама по себе трансмиссия абсолютно беспроблемная. Даже на больших пробегах каких-либо явных проблем с этой коробкой у владельцев не было. Естественно, ресурс сцепления будет очень сильно зависеть от вашего стиля эксплуатации. Но вряд ли, выбирая достаточно недешевый, даже в подержанном состоянии кроссовер, вы отдадите предпочтение переднеприводной версии на МКПП. Да и найти подобный автомобиль нужно будет еще постараться. Так что, скорее всего, вы будете рассматривать машину с автоматической коробкой. А вариантов автоматических коробок сюда ставилось два. Для дизельных и бензиновых машин КПП были разные. С дизелями агрегатировалась шестиступенчатая гидромеханическая трансмиссия с индексом GW6A. Эта коробка является усиленной версией КПП для бензинового мотора. И каких-либо проблем владельцам дизельных CX-5 трансмиссия как раз таки не доставляла. Чего нельзя было сказать про коробки на ранних сериях автомобилей с бензином. FW6A успела все-таки отметиться рядом гарантийных замен. Проблемы у этих трансмиссий были связаны с износом муфты обратного хода. Соответственно это приводило к появлению абразивных включений в масле и как следствие проблемы с гидроблоком и всеми остальными компонентами трансмиссии вследствие снижения давления в КПП. Симптомы подобной проблемы элементарно диагностируются в том числе и в процессе тест-драйва. Коробка с подобным дефектом будет переключать передачи жестковато. Да и собственно говоря при трогании с места вы уже поймете что с трансмиссией что-то не так при переводе селектора из положения парковки в положение R или в положение драйв вы почувствуете ощутимый пинок. Этот же самый пинок вы обнаружите при переключении со второй на третью передачу если будете на тест-драйве держать в этот момент обороты в районе 3-4 тысяч. Так что при осмотре подобного автомобиля обязательно прокатитесь на нем и оттестируйте коробку во всех режимах движения. Исправная автоматическая трансмиссия на CX-5 не дергает, не пинает и не толкает вообще никак не выдавая своего присутствия в автомобиле. Если же вы выбрали CX-5 с коробкой в исправном состоянии то продлить ей жизнь поможет замена масла раз в 80 тысяч километров пробега. И в остальном каких-либо вопросов по данной трансмиссии особо-то и нету. Коробки эти при должном уходе способны отработать как и двигатель за 300 тысяч километров. Что касается системы полного привода, то в данном случае он реализован посредством подключения задней оси через муфту. Процессом этим водитель никак особо не управляет. Задняя ось подключается в работу электроникой в автоматическом режиме. Основной привод здесь передний и будущим владельцам Mazda CX-5 можно только порекомендовать не путать свой автомобиль с внедорожником, которым он по сути не является. Данный кроссовер не спасует перед заснеженным двором, но в серьезное бездорожье на нем все же лучше не соваться. Хотя если откровенно не убивать машину, то полный привод на этом автомобиле не будет подкидывать вам каких-либо проблем. Ну а что касается ходовой части CX-5 первого поколения, то подвеска здесь получилась не только достаточно сбалансированной по соотношению комфорт рулежка, но также и очень-очень крепкой. У этих автомобилей первые замены касаемо сайлин-блоков, либо чего-то более или менее основательного типа пружины амортизаторов настигали первых владельцев к пробегам, но никак не менее чем 200 тысяч километров. Единственным исключением из этого правила можно было назвать стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, которые на любом другом автомобиле также относятся к наиболее часто меняемым элементам. У этого автомобиля 147 тысяч пробега и при этом по подвеске каких-либо нареканий в данном случае нет, как по сайлин-блокам в рычагах, так и по рулевым тягам наконечникам. То же самое можно сказать и, например, и про нижние шаровые опоры, которые, кстати говоря, в данном случае менять придется вместе с рычагами, ну по крайней мере по задумке производителя. Что касается рулевой рейки, самого дорогого элемента любой ходовой части, то она на CX-5 к расходникам также не относится. Исправно и долго здесь работают и электроусилители рулевого управления, и сама рейка очень долго не огорчает владельцев какими-либо люфтами и стуками. Но, естественно, если вы смотрите автомобиль с пробегом уже за 200 тысяч километров, то имеет смысл дополнительное внимание уделить именно этому аспекту. Кроме того, при осмотре CX-5 на подъемнике обязательно обратите внимание на ее угловой редуктор, то есть на передний редуктор, на то, чтобы не было течи. Не было течи ни по сальникам приводов, не было течи по хвостовику переднего редуктора. В случае же, если течи сальников все же выявлены, желательно их, конечно, будет устранить. Ну а если автомобиль в остальном вас полностью устраивает, будет повод поторговаться с продавцом. Если в передней подвеске у нас используются стойки типа Макферсон, то сзади в данном случае у нас многорычажка. Соответственно, сайлентблоков здесь достаточно немалое количество, и при осмотре подобного автомобиля желательно проверить, чтобы все они находились в исправном живом состоянии. Но, как уже было сказано, на пробегах менее 200 тысяч километров в задней подвеске CX-5 вас также практически ничего не должно беспокоить. Ну и в завершении, пометую о том, что автомобиль, который вы будете смотреть, скорее всего будет иметь полный привод, обратите внимание на отсутствие люфта в крестовинах кардана и, собственно говоря, на исправность подвесного подшипника. Ну а теперь выводы. В общем, по CX-5 первого поколения можно подвести следующие итоги. Этот автомобиль можно рассматривать к покупке даже за одно то, что при очень крепкой ходовке и универсальности кроссовера эта машина может предложить вам также очень маленький по сравнению с одноклассниками расход топлива, при этом хорошую динамику и приличный ресурс силовых установок, если речь идет про бензиновые версии. Дизель же в данном случае, в отличие, например, от немецких брендов типа BMW, Mercedes, однозначно рекомендовать к покупке мы бы не стали. С электрооборудованием здесь также в основной массе все в порядке. Ну а что касается кузова и коррозии, то в данном случае нужно смотреть автомобиль с открытыми глазами. На сегодня это все. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять. Также, если вы когда-то владели или до сих пор владеете Mazda CX-5 первого поколения, вам есть в чем нас поправить, чем нас дополнить, указывайте это в комментариях, ведь людям, выбирающим себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Спасибо за просмотр и хорошего вам дня. До новых встреч на канале. Пока!